Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы продолжим разговор о доступах к информации. Тот разговор, который был начат в прошлый раз и не закончен, обрывался на достаточно интересном моменте. Сегодня мы чуть-чуть углубимся. Смотрите, когда мы говорим о доступе к информации, что мы имеем в виду? Давайте каждый для себя, каждый для себя ответит на вопрос, зачем ему, лично ему этот доступ нужен? Если он нужен для того, чтобы узнать, занимается ли сосед сексом, то это не ответ на вопрос, занимается. Если он нужен для того, чтобы оказывать какие-то информационные услуги, ну, на сторону кому-то пришел, пришла знакомая, знакомый, спрашивается, что там у меня будет дальше, что меня ждет? Это тоже не ответ на вопрос. Сегодня очень много людей, которые оказывают информационные услуги. Те же самые астрологи хорошие делают это великолепно, и для этого не надо менять сурово концепции своего мировосприятия. Но если вы действительно хотите заниматься саморазвитием и изменить восприятие, сдвинуть точку сборки восприятия, назовите это так, в такие положения, когда информация для вас открыта, и вы гармонично выстраиваете свою жизнь, и вы отвечаете за свою жизнь, за свою реальность, которую вы выстраиваете осознанно, ключевое слово здесь осознанно, тогда да, тогда можно двигаться дальше. Но тогда надо понимать, что если вы являетесь эпицентром своей реальности, то весь мир выстраивается вокруг вас, в принципе, он и так так выстраивается, да, но это мы переходим, шаг к осознанному восприятию. Он выстраивается вокруг вас, как ваше зеркальное отражение. И в момент, когда вы захотите осознанно менять какой-то событийный ряд и выбирать ту игру, в которую вы будете играть, то, что называют принятая фраза моделирования реальности, если вы захотите этим заниматься серьезно, то здесь надо понимать, что посыплются кирпичи из фундамента мировосприятия. И сейчас я попытаюсь объяснить, о чем идет речь. Смотрите, у каждого из нас есть своя система ценности и убеждений. И каждый из нас живет в какой-то концепции. Вот, например, с детства мы живем в концепциях государства, что можно, что нельзя, общество, законы, правила. Это какие-то такие общие концепции, которые ограничивают достаточно сильно, но не смертельно. Вот есть религиозные концепции, когда мы уже говорили о том, что Бог выносится за пределы человека и распознается где-то, когда выносятся какие-то ритуальные части для служения Богу и так далее. Это тоже концепции, понимаете? В экстрасенсурике сегодня встречается безумное количество концепций. Ну вот, например, из последних есть некие сущности, назовем их интерферентами. И вот они прикрепляются к нам, используют нашу энергетику, живут за счет нас, едят нас и так далее. И не дают нам развиваться, потому что наш энергетический потенциал снижен. И включается борьба с этими интерферентами. Это тоже разновидность игры и разновидность концепций. То, что я говорю о том, что вы являетесь эпицентром вселенной, и вы формируете свою реальность, это тоже концепция. Понимаете, как-то выйти за пределы концепции человеку не получается, да? Но он может наблюдать концепции и может осознанно выбирать. Играю я в игру религию, выграю я в игру политику, выграю я в игру интерференты, играю я в игру инопланетяне, космос, духовное развитие, самопознание, любые игры, да? И видите, мы опять к чему приходим. Когда мы начинаем наблюдать, какую концепцию мы принимаем, да, это уже слово наблюдать. И здесь всплывает практика двойного восприятия. Если она уже легла у вас в привычку, то становится нормальным. Сегодня мне выгодно, выгодно, ключевое слово выгодно, быть восприятием, например, ну вот традиционным, православным. Сегодня потом Пасха, например, люди красят яйца, я могу пойти покрасить вместе с ними, я могу не покрасить. Я свободна в своем выборе, потому что я знаю, что это концепция. Сегодня я принимаю, завтра не принимаю. Сегодня я вижу, что люди там не согласны с какими-то политическими убеждениями, мотивами, идут на площадь. Я могу пойти, могу не пойти. Я выбираю. Сегодня я занимаюсь там практиками самопознания, доступа к информации. И оказываюсь в толпе людей уже с развитыми сверхчувственными восприятиями, да? В метро спустилась. И мне дискомфортно. Мне дискомфортно, потому что я ловлю то, что находится там, я ловлю состояние, а после состояния второй шаг, когда начинает качаться информация. И мне она не нужна, она чужая, меня она не интересует. И видите ли, для того, чтобы этими процессами уже осознанно управлять, да? Не важно. Все по одному шаблону идут. Я вижу, есть концепция, я в ней участвую. Либо же я не участвую. И я выстраиваю свою жизнь из того, как мне комфортно. И тут вы скажете, да, так это же эго. Эго же поплыло. Там же есть только я. А где же мир? Где же окружающие люди? Где же все остальные? Да? Сложный вопрос. Где же они все? Они все в вашей голове? Это же субъекты вашей реальности. И не это ключевое. А ключевое слово выбор. Потому что именно выбор, именно выбор, осознанный выбор концепции, игры, восприятие, смещение точки сборки, восприятие, да? То, о чем говорит экстрасенсорика, то, о чем говорил Кастанеда. Это все осознанность на определенном уровне, да? Когда вы эти процессы можете наблюдать первично, а второе управлять. И видите ли, для того, чтобы наблюдать и управлять, оказывается, надо быть всегда в себе. Надо всегда быть в присутствии. Здесь и сейчас. И получается, если вы здесь и сейчас провалились в очень глубокий транс, ушли в субъективное восприятие, вы уже не в присутствии. Если вы вывалились в наружную игру, вы уже не в присутствии. Момент здесь и сейчас формируется на стыке субъективного и объективного восприятия. И вот в эти моменты рождается доступ к информации. И видите ли, как интересно. Оказывается, для того, чтобы он рождался, надо, чтобы в вашей концепции было позволение его иметь. Если вы уйдете в религиозную концепцию там, где вам этого нельзя, или вас за это накажут, или вы встретите чертей, или вас кто-то ест, или вы этого доступа иметь не будете. Но вы можете выбрать другую концепцию. И тут скажут, как же это же так? Это же глубоко на генетическом уровне прошитые программы. Наташа, что ты говоришь? Ты говоришь чушь. У нас есть инстинктивные реакции. Когда нас тысячу лет жгли на костре, то как наше тело будет не реагировать на религиозное убеждение? Конечно, будет. Конечно, будет. Будет зона инстинктов. Но мы говорим об осознанности. Да? Говорим об осознанности. Но если мы говорим об осознанности, значит, и с инстинктами надо работать осознанно. Я всегда говорила с первого самого ролика о том, что когда вы приходите в экстрасенсорику и начинаете развивать способности, то кирпичи из системы ценностей обязательно полетят. полетят и будут меняться. Потому что, потому что остаться в старых концепциях и в старых представлениях не получится. Иначе вы будете со старыми способностями. Если вы хотите развиваться и развивать свой доступ к своим психическим резервам и открывать их неограниченные ресурсы. Но, как правило, приходят люди к этому всему. Когда? Когда им плохо, когда им больно, когда они включены, когда их кто-то бросил, когда они больны или еще что-то. И начинается проработка действительно эмоциональных включений. Это первичный вот этот вот слой, как помыться под душем, радикально простить, отпустить, убрать обиды, убрать привязки, убрать гнев, злогу и так далее. Отработали. Это можно отрабатывать самостоятельно с психотерапевтом. Я не рассматриваю людей, которые эту часть отработали, вообще еще пришедшими в экстрасенсорику. Это нормально, это хотя бы чтобы сохранить здоровье. Но если вы начинаете приходить в экстрасенсорику серьезно, значит следующий шаг это работа со своими представлениями и убеждениями. А здесь ключевую роль будет играть концептуальное восприятие. Потому что в наших концепциях прописано, что нам можно, что нельзя. В наших концепциях прописано, на что мы затрачиваем энергию, на что мы не затрачиваем энергию. В наших концепциях прописано, за что нам прилетит откат, за что не прилетит откат. Вы понимаете, что это все прописано в вашей голове. Это не где-то прописано. И доступ информации не где-то, он в вашей голове. И когда мы приходим к этой части, то у нас вылазит уже более серьезный слой, это инстинктивная реакция, инстинктивное включение. О чем говорю? Вот смотрите, Ведь, казалось бы, ничего не предвещает каких-то включений у человека. Вот он там остановил его, гаишник. И вдруг ни с того ни с сего у человека начинают дрожать руки, ноги. Вот гаишник еще у него даже документы не спросил. У тебя все в порядке. У человека идет физическая реакция, руки дрожат, сопли текут. Откуда эта реакция? Откуда реакция на форму вот на такое? Она прошита где-то на подкорке. Возможно, предки пострадали от действий. Возможно, у вас в этой жизни был такой опыт, хотя вряд ли до такой степени, чтобы все тело вибрировало от одного только контакта с органами. Но могли быть предки в 1937 году, и тогда тело будет вибрировать. А как это убрать из тела? Где это прописано? И тут надо вернуться в историю психотерапии и вспомнить такого хорошего мужика, Станислава Гроуфа, который занимался холотропным дыханием, и который обнаружил и исследовал наши записи подсознательные, в глубине нашего подсознания. И самое интересное, его заинтересовал перинатальный период. Чем важен перинатальный период? Низкая благодарность Гроуфу, когда он через дыхание, через холотроп вводил человека в эти слои и пытался там что-то изменить. Кстати, этими же делами немножко в другом варианте занимался господин Хеллингер. Тоже ему низкий поклон, потому что он тоже очень много сделал в исследовании наших инстинктивных реакций на ту информацию, которая записана у нас где-то в генах и где-то пришла нам от предков. Единственное, что я все-таки рассматриваю на сегодняшний день, они очень хорошую часть сделали, но психология идет вперед, и на сегодняшний день надо искать техники, которые позволяют человеку затирать информацию в перинатальный период. У нас, вот знаете, для сравнения, если вы возьмете там мочку уха, то на мочке уха будут каналы, которые соединены со всеми органами, и можно стимулировать любой из органов через стимуляцию мочки уха. Точно так же, если взять нашу жизнь, наше физическое тело, которое только оно проявлено в этой физической реальности, то на этапе от момента зачатия до момента рождения у нас в теле, в психике, психике, да, и в теле тоже, потому что это пропись на уровне ДНК, на уровне информационных меток в ДНК, медленных меток, у нас будут прописаны основные заболевания, основные реакции, основные стереотипы поведения и так далее. И получается, что в период с момента зачатия до момента рождения, деления плаценты и так далее, у нас будет прописана, по сути дела, большая часть неосознанной жизни человека, его физические включения, реакции и так далее, которые определяют, соответственно, выстраивание отношений, проявление себя в бизнесе, в мире, с людьми и так далее. Вот она наша жизнь, только наша жизнь, вот этот внутриутробный период. И оказывается, что можно различными способами разрывать эти цепи реагирования, которые в нас уже прошиты на подсознательном уровне. Техник, которые разрывают эти цепи и ведут к тому, чтобы человек реагировал осознанно, их очень много. Их действительно очень много. Я пробовала на себе разные техники. Среди них были техники, например, физиология, когда мы берем мышечные реакции, и потом разрыв делаем, например, через глаза нейронных сетей. И потом ты оказываешься в аналогичной ситуации. Вот, казалось бы, ситуация, в которой ты среагировал бы так. А у тебя возникает ступор. И ты вынужден осознанно отреагировать и выстроить новую нейронную сеть для того, чтобы у тебя была другая реакция. И видите ли, получается, что вещи инстинктивной реакции и вещи концептуальные, общие наше восприятие мира, они очень сильно связаны. И изменить концепцию, не изменив реагирование, не получается. А вот когда вы меняете реагирование, у вас вдруг ни с того ни с сего включаются озарения и осознания, и они приводят к изменению концепции. То есть идет обратная связь. Мы идем от информации, которая хранится в нас, в нашем физическом теле, в нашем ДНК, и меняем наше проявление в жизни, и наш мир тут же откликается. И тут же откликается Вселенная, нам приходят новые осознания, нам даются новые ступеньки, распахиваются новые двери доступа к информации. Представляете, как интересно? Очень интересно. Но на самом деле, вот если брать техническую часть, то она действительно очень большая по работе с инстинктами. Она очень разнообразная. Можно работать на разных этапах, можно работать с большим количеством техник. Я на сегодняшний день все-таки считаю, что перинатальный период лучше всех, лучше всех работать, отрабатывать в соединении тех же самых расстановок по Хеллингеру, но с очень хорошим тренером. Здесь очень важен грамотный, хороший тренер. То есть это пункт номер один для того, чтобы расстановки были качественными. И я все-таки за техники РПТ, потому что они действительно дают возможность человеку проработать инстинктивные реакции. Ой, казалось бы, я могла бы сейчас сказать, да-да-да, подумайте, господа, перед тем, как двигаться дальше, но я пока вам не скажу. Я просто вижу и чувствую, как у многих включится жаба. Такое страшное животное, которое задавило половину человечества. Потому что эта жаба скажет, блин, это же такие куски работы над собой, это же нормальная психотерапия, на нее надо выделить время, на нее надо выделить деньги, на нее надо выделить ресурсы свои. А как же я возьму да сам? Я не буду ограничивать людей, наверное, можно и самому. Главное, чтобы человек осознанно понимал, что он делает и что он хочет в себе изменить. Вот с этим, конечно, самые большие сложности, потому что очень часто мы не понимаем, мы просто хотим избавиться от боли. А те, у кого уже нет боли, когда они понимают, да, то у них появляется шанс на то, чтобы что-то делать самому, что-то делать с кем-то. Я, например, для себя нашла такой вариант. Мы объединились небольшой группой, у нас 4 человека, да, все женщины. И мы просто собираемся и общаемся. И в моменте общения мы гоняем осознанно те или иные техники, для того, чтобы затирать те или иные программы, которые автоматически в нас проявляются. Вы знаете, очень эффективно получается. Просто мы вчетвером выучились. И у нас примерно идентичная база техническая. И эту техническую базу в любом варианте мы можем использовать, сочетая те или иные варианты. Вот. Это тоже вариант. Тогда можно не ходить к профессиональному психотерапевту. Варианты работы по скайпу и так далее я не приветствую. Но если у другого нет, то ради бога. Почему не приветствую? Потому что я все-таки за то, чтобы люди работали сразу, еще и с состояниями. Видите, мы пока коснулись концепции, мы пока не коснулись ключевого. Мы не коснулись пока состояний. А они в дальнейшем выведут наши доступы к информации совсем на другой уровень. Я думаю, на сегодня хватит. Есть над чем подумать, помедитировать. Потому что объем склеенной в этом ролике информации разнообразной, разносторонней, вообще, казалось бы, прилетевшей неоткуда, он достаточно большой. Но эта информация ниоткуда не прилетала. Это одна и та же информация. И мы говорили об одном. Мы говорили о человеке, о сотворце. Когда мы творим свою реальность. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья.